Всем привет! Сегодня мы в гостях у флориста-декоратора Светланы Багмацера. Я давно хотела завести себе лаванду, а как раз таки у Светланы ее очень много. И она нам расскажет, как же за ней ухаживать, потому что у меня очень много вопросов по этому поводу. Всем здравствуйте! Я буду очень рада помочь вам и постараюсь ответить на все вопросы. Света, скажи, как вообще появилась у тебя лаванда? Это какой-то определенный сорт? Вот что касается лаванды, вот это куст, наверное, как раз самый первый, который у меня появился. Вот у меня два куста, которые возле террасы. Они, это первые кусты. Появились они у меня случайно, ну, по принципу, вот, и мне же нужна лаванда. Но в дальнейшем захотелось же еще больше дорожку из лаванды. И возник вопрос, как ее все-таки размножить. А то, что в литературе, там, конечно, все очень сложно и все очень муторно делать. Мне вот как бы попроще. И получается так, что мне однажды товарищ привез маленькие сеянцы лаванды. Вот они совсем малыши. И вот эти малыши, они за год очень хорошо наросли. И уже через год я их пересадила вдоль дорожки. Соответственно, следующий год они еще подросли, эти сеянцы. То есть уже почти полноценный куст. Но где-то таким вот большим кустом лаванды они станут только через два года. То есть она сама по себе размножается, да? Получается, да. Если вовремя не срезать, вот семена в ней пообразуются. Дать им подсохнуть, да? Ну, получается, что если они просыпались и условия для них были подходящие, то на следующую весну они прорастут. И уже будут вот, ну, можешь сама посмотреть. Вот здесь уже есть малыши лаванды. Они совсем маленькие. Да, да, они совсем крошки. Но осенью они уже тоже, наверное, переедут в ясельки и будут зимовать уже там. То есть зимует она хорошо, да? Зимует она идеальная. Света, у тебя ее так много? Ты ее как-то заготавливаешь? Что ты с ней делаешь вообще? В основном лаванда, она используется на букеты флористами, да? Но сейчас вот уже поздновато для, именно срезки для букетов. Я ее еще использую в саше. То есть в одежду вешаю. И аромат, и, ну, от моли она очень хорошо помогает. Еще мы ее добавляем иногда в чай. Ну, и, в принципе, я даже знаю, что и лимонад возможно с ней делать. Но не пробовала, только слышала, да. Ну, сейчас самое время ее срезать. Она очень ароматная как раз сейчас. Несмотря на то, что уже начинает осыпаться. Но, например, для саше это идеальный вариант. Так давай я тебе помогу, и мы с тобой пострижем этот куст. Хорошо, давай. С чего начинаем куст? Встречу. Все-таки, если мы рассчитываем, что у нас что-то пойдет в букеты, то выбираем самые длинные. Куст мы стрижем, чтобы две трети от куста остались. Потому что, если мы слишком, ну, ее вот прям сильно срежем, то, во-первых, она может не зацвести во второй раз, а лаванда в нашем регионе, она и второй раз зацветает. Правда? Да. Здорово. Вот. И, ну, в принципе, куст будет, ну, не очень красивый, если мы его прям сильно-сильно обрежем. Поэтому рассчитываем так, чтобы две трети куста у нас все-таки осталось. Скажи, а пучки вот для сушки, какие они должны быть? В идеале такие небольшие пучочки, и, ну, это, конечно, у нас совсем еще небольшие, да нет, ну, раза в три больше можно. И подсушиваем не на солнце, естественно, а где-то в темном помещении, в проветриваемом, вниз головой. Вот так, да, получается? Да, вниз цветами. И на как долго хватает вот такого букетика вот по аромату? Мне кажется, он пахнет даже спустя год и полтора года, потому что есть лаванда, которая там у меня уже долго, ну, именно в качестве саше, и она пахнет все равно. Света, вот сейчас мы постригли куст. Ты будешь его удобрять? Ну, я лаванду не удобряю, в принципе, вообще никогда, потому что она у меня растет как компаньон с розами. Розы удобряю, ну, и, соответственно, лаванде тоже что-то доперепадает. Вот мы с одного куста, какое большое количество с тобой собрали, какой красоты. Скажи, пожалуйста, а вот когда ее лучше сажать? Ну, в идеале, конечно, лучше в начале июня вот таких малышей куда-то пересаживать. Они как раз успеют окрепнуть за лето и в зиму уйдут нормально, ну, и уже кустик нарастет хороший. Спасибо тебе большое. Надеюсь, советы Светланы вам пригодятся, вы ими воспользуетесь, и в скором времени вы заведете себе на своем участке такое же поле лаванды.